Сейчас проводится третий этап модернизации, который включает в себя строительство и монтаж нового оборудования. Работы ведутся практически без перерыва, с опережением в полмесяца. Модернизация направлена прежде всего на обновление морально-физически устаревшего оборудования, возможность перехода использования угля, добытого на месторождении Каракичи, а также на увеличение энергомощности ТЭЦ. После модернизации получается укропнение оборудования и также увеличение электрической мощности на 125 мегаварт. Новых оборудований процентов 90 уже установлено. По второму блоку установлено оборудование где-то процентов на 50. 16 июля 2013 года между электрическими станциями и китайской компанией TBI был заключен контракт на модернизацию ТЭЦ на 386 миллионов долларов. А в 2014 году началась его реализация. Завершение планируется в середине 2017 года. Кроме работ по модернизации на Бишкекской ТЭЦ ведется подготовка к осенне-зимнему периоду. Значит, всего у нас планируется заготовка миллион 150 тысяч. Уголь будет поступать вплоть до конца марта месяца, потому что вместимость угольного склада у нас составляет 350 тысяч. Соответственно, весь миллион тонн нам невозможно поставить. Соответственно, будет поставка и одновременно сработка угля в котлоагрегаты, подача его в котлоагрегаты. Также у нас находится 5000 тонн мазута на данный момент, стратегический запас. Мазут мы используем только в случае аварийных отключений газа. Бишкекская ТЭЦ была запущена в сентябре 1961 года. Она включает в себя 11 турбоагрегатов и является основным потребителем угля в Кыргызстане. С 1969 года начато использование природного газа. В качестве растопочного топлива на ТЭЦ применяют мазут. 300-метровая дымовая труба Бишкекской ТЭЦ занимает 32-е место в мире по высоте.